Всем хай, вы на канале NoCube и добро пожаловать в мое новое видео по модам на Майнкрафт. И сегодня мы с вами рассмотрим один из просто офигительнейших модов на Майнкрафт, который выходил за последнее время. Это у нас мод называется YoungBetterMineshafts и он у нас изменяет генерацию ванильных майнкрафтовских пещер. Не добавляет при этом ни одного нового предмета. То есть этот мод идеально впишется в ваш ванильный Майнкрафт. Заинтересованы? Обязательно поставьте лайк прямо сейчас этому видео и подпишитесь на канал, если вы хотите меня поддерживать. И также если вы хотите видеть новые видосики на моем канале, потому что все это очень стимулирует меня снимать дальше. Ну что ж, а мы больше не будем терять ни секунды и переходим к самому обзору мода. Погнали! И начнем мы с того, что заценим как же у нас теперь изменились шахты. Как вы видите, уже здесь перед собой эти шахты действительно выглядят совсем по-другому, не так как в ванильном Майнкрафте. У них здесь полностью изменена генерация и теперь давайте подробнее посмотрим, что же в них поменялось. Привычные нам узенькие проходы шахт преобразятся тем, что теперь их стены будут состоять из различного вида кирпичей, будь то потресканные кирпичи, обыкновенные или же замшелые. Везде у нас будут расти лианы, как на стенах, так и на потолке, а также везде у нас будут разбросаны блоки досок. Также вместо обыкновенных рельс теперь изредка будут встречаться энергорельсы. Вместе с рельсами также появятся вот такие вот очень-очень прикольные спуски, которые также оформлены рельсами и выглядит это все по-настоящему круто. Вагонетки с сундуками теперь будут встречаться именно на рельсах прямо по центру шахты, а не где-то сбоку, как это было ранее. Теперь узкие коридорчики всегда будут выводить вот в такие вот большие огромные коридоры, которые у нас совершенно новые и вот такие просторные. Здесь у нас будут встречаться различные доски, полублоки, также груды гравия. Здесь будет намного больше энергорельс. У больших комнат также будут встречаться вот такие небольшие ответвления, в которых могут быть сундуки, печки, верстаки и так далее. И также в больших проходах мы с вами можем встречать вагонетки с ТНТ. И я думаю, что вы самые согласны, это просто офигительное дополнение для этих пещер. Главное отличие больших тоннелей от маленьких в том, что здесь намного чаще будут появляться различные монстры, в том числе и высокие эндермены, которых в узких проходах мы с вами практически не могли встретить. Спавнеры пещерных пауков у нас тоже претерпели изменения, потому что теперь они у нас находятся под деревянными люками. Если мы его откроем, то здесь мы с вами видим лестницу, спустившись по которой мы с вами окажемся вот в таком небольшом подполье. Здесь у нас все зарощено паутиной и стоит спавнер любимых наших с вами ядовитых паучков. А также здесь будут встречаться сундуки со всяким лакомым лутом. И что интересно, у меня появилась здесь вторая комнатка совсем рядом с этой. Здесь тоже у нас собственно говоря стоит спавнер и здесь стоит целых два сундука, а это значит, что сундуков может быть и больше одного. И вам может реально по-настоящему повезти, вы можете найти кучу крутого лута. Ну и что мне очень понравилось, что у этих шахт есть отличие в зависимости от того, в каком биоме вы их находите. К примеру, сейчас я нахожусь в саванне и вы видите, что здесь у нас собственно говоря досочки другие, не дубовые. Здесь у нас также висит вот такой вот фонарик из новых версий Майнкрафта. А здесь, к примеру, у нас вот такие вот резные кирпичи встречаются и уже не сундук, а бочка. И пусть это совсем незначительные изменения, но блин, они по-настоящему крутые и вносят дополнительные атмосферности во все это. Но из всех биомов, наверное, больше всего выделяются по своему новому оформлению именно ледяные шахты. Посмотрите, как они у нас жестко выглядят. Здесь у нас в стенах встречаются всякие разновидности ледяных блоков. Также все у нас вот так вот очень красивенько засыпано снегом, который у нас самых разных размеров и слоев. И блин, это все действительно очень гармонично смотрится. Посмотрите, к примеру, здесь вот эта вот печка, засыпанная снегом. То есть, я думаю, вы со мной согласны, это все по-настоящему очень красиво и атмосферно. Я надеюсь, что этот мод вам очень сильно понравился, так же, как и мне. Ну что ж, а на этом мой обзор этого мода подходит к концу. Всем огромнейшее спасибо за просмотр этого видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать новые видосики на моем канале. Ну что ж, а у меня на этом все. Всем удачи и увидимся в следующем видео. Всем пока!